На самом деле цель одна, это просто попытаться повысить общий образовательный уровень наших людей, потенциальных инвесторов. Поскольку сейчас существует проблема вложения в свои денежные средства, существует, скажем так, определенное недоверие к банкам, непонятная валютная ситуация на рынке. Но при этом мы говорим, что наши государства все-таки заинтересованы в вложении денежных средств в национальную экономику. Так вот, самый идеальный вариант для этого – это рынок ценных бумаг. Но с другой стороны, население очень и очень необразовано именно в отношении рынка ценных бумаг. Поэтому цель у нас в основном одна. Просто мы взяли, может быть, очень неспецифическую для себя функцию, но, наверное, по принципу, если не мы, то кто же получается. И просто попытаться всем желающим, кому это интересно, рассказать, что это такой рынок ценных бумаг, какие существуют риски, чем он интересен, чем он привлекателен, что может биржа предоставить для потенциального инвестора, как ему установить взаимоотношения с брокером, какие вещи ему надо обратить внимание обязательно принципиальные. Но при этом параллельно мы же не проводим, не просто организуем вот эти семинары, вот эти семинары, день открытых дверей. Мы еще организовали клиентский зал при входе на биржу. У нас существует клиентский зал, куда может прийти каждый желающий, посмотреть ситуацию на торгах. Информационный терминал там стоит. Там работает целый день сотрудник биржи, который дает консультации. И при этом они могут связаться с любым нашим участником торгов, выбрать себе участника, узнать, какие условия у каждого, у всех условия разные участников, и принять уже решение. Но для того, чтобы каждому инвестору принять решение о вложении своих денежных средств, допустим, в ценные бумаги, ему все-таки надо сначала разобраться, что это такое. Поэтому вот тут, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся помочь простым людям разобраться, что такое рынок ценных бумаг, и почему действительно интересно и эффективно, и надежно вкладывать деньги в ценные бумаги. Например, в акции «Газпром» на сегодняшний день. Мне интересны все инвесторы. Вот если это человек, независимо от того, у него большие возможности по вложению денежных средств, небольшие возможности, но если этот инвестор, который вкладывает свои денежные средства в развитие экономики, в развитие именно какого-то предприятия, он мне уже интересен просто потому, что он инвестор и существует на этом рынке. Поэтому для меня не существует по нашим встречам, а все, кто сюда приходят, независимо от того, крупные это инвесторы или не крупные, я с удовольствием работаю с каждым потенциальным инвестором, рассказываю им, что это такое. Вы знаете, большинство приходят людей, которые вообще не знают, что такое рынок ценных бумаг. И вопросы, которые затрагивают самые началы и истоки, что это такое. Это совершенно нормально. Вы знаете, это очень радует, что люди приходят и вот с этими очень простыми вопросами, может быть, даже где-то риторическими для нас, профессионалов, но уже то, что есть интерес к этому рынку ценных бумаг, это вообще настолько радует. Поэтому вопросы все очень разные, но они говорят только об одном, что я могу сделать общий вывод, о том, что общеобразовательный уровень нашего населения, что касается рынка ценных бумаг, очень и очень низок. Поэтому если мы какую-то лепту свою внесем в это дело, вот именно повышение уровня, я буду считать, что то, что я хотела, я этого добилась. Если мы сможем помочь двум, трем потенциальным инвесторам, будет прекрасно. Ста тоже хорошо. То есть независимо от того, сколько, даже если мы одному инвестору поможем, и он, скажем так, придет на этот рынок, я буду тоже уже довольна, наверное. Вы знаете, наверное, на первом этапе, когда инвестор первый раз выходит на какой-то контакт с брокером, то однозначно уровень доброжелательности, уровень внимания, та подробность, в которой он рассказывает, все это очень влияет. Ну и, безусловно, вот именно уровень доброжелательности к этому инвестору. Когда инвестор уже какое-то время отработал на этом рынке с каким-то участником, то здесь, наверное, уже для него более важно не, допустим, не внешний вид, не уровень общения, а именно его профессиональные качества. Вот тут уже требования к участнику, к брокеру, они начинают меняться. Субтитры создавал DimaTorzok